Стало доброй традицией в колледже каждый понедельник начинать учебный день с церемонии выноса государственного флага России. Право нести один из главных символов страны предоставляется отличникам учёбы. А сегодняшняя торжественная линейка ещё посвящена открытию месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. Это значит, что на классных часах, уроках мужества мальчишки и девчонки будут говорить о гражданственности и патриотизме, будут встречаться с ветеранами войны, участвовать в военно-спортивных играх, эстафетах, заниматься проектами патриотической направленности. Одним из таких стало участие в оказании гуманитарной помощи в поддержку военнослужащим. Например, недавно мы отвозили помощь солдатам, мы писали письма, собирали еду, носки, тёплую одежду, отвозили специальный фонд. То есть пытаемся как-то, ну мы волонтёры ещё, пытаемся таким образом поддержать наших солдатов, которые сейчас, к сожалению, на войне. За активную социальную позицию и большой вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты ветеранов, а также гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, колледж индустрии питания, туризма и сервиса был отмечен особой благодарностью Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации. Директор колледжа Виктор Китаов отметил, что работа по патриотическому воспитанию молодёжи является одним из приоритетных направлений учебного заведения. Сегодня патриотическое воспитание является одним из приоритетов вообще в области воспитания не только в нашем колледже, но и по всей нашей стране. Мы с вами прекрасно видим и знаем, что сегодня нашей стране нужны ответственные, законопослушные, высоконравственные граждане Российской Федерации, которые любят свою родину и могут её защитить. И поэтому вся наша работа направлена на достижение, на реализацию вот этих вызовов, которые у нас имеются в нашей стране. Студенческий комитет занимается не только молодёжной жизнью колледжа. Председатель Студкома и его заместители являются полноценными представителями педагогического совета и участвуют в обсуждении всех вопросов, которые касаются учебного и воспитательного процесса. Их мнение учитывается руководством и педагогами при принятии определённых решений. Такое сотрудничество обеспечивает взаимопонимание и, как следствие, улучшение показателей в учёбе. Фатима Дурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.